Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы изучаем одну из важных свойств живой материи – метаболизм или обмен веществ. Тема урока – пластический метаболизм. На уроке вы научитесь определять типы метаболизма организмов, описывать сущность процесса пластического метаболизма и оценивать роль метаболизма для живых организмов. Метаболизм или обмен веществ – это взаимосвязанные, взаимозависимые превращения веществ и энергии в живом организме. Обмен веществ состоит из двух взаимно противоположных процессов. Пластический обмен или ассимиляция, анаболизм – все эти слова синонимы. Это реакции синтеза сложных органических молекул из более простых, при этом энергия накапливается. Энергетический обмен или диссимиляция, катаболизм – это реакции расщепления сложных органических веществ до более простых, сопровождая эти реакции выделением энергии. Процесс обмена веществ и энергии является основным свойством живого. И запомните еще раз термины. Анаболизм – это синтез, ассимиляция или пластический обмен. Катаболизм – это распад, диссимиляция или энергетический обмен. Вы должны уметь употреблять все эти термины, поэтому запоминаем. И более простыми словами, ассимиляция – это синтез органических веществ из более простых. Так, я думаю, понятно. Диссимиляция – это противоположный процесс расщепления сложных органических соединений до более простых. Метаболизм проходит в несколько этапов. На первом этапе происходит ферментативное расщепление белков, жиров, углеводов. Вы помните, что ферменты – это биологически активные вещества в клетке. Продукты расщепления транспортируются кровью, тканям, и там происходит клеточный метаболизм. И конечные продукты метаболизма затем выводятся из организма в виде углекислого газа, мочевины и других веществ. Конечно, этапы метаболизма мы с вами сейчас рассмотрим на схеме. Итак, первый этап – это поступление веществ. В клетку поступают, например, кислород при дыхании, при употреблении пищи, в клетку поступают различные пищевые молекулы, белки, жиры, углеводы. В клетке с этими веществами происходят различные превращения или переработка веществ. То есть это второй этап – продукты метаболизма уже будут выделяться в окружающую среду тоже клеткой. Вот это так происходит в простом понимании метаболизма. На самом деле, конечно, метаболизм – это очень и очень сложный процесс. Вот эта схема показывает нам взаимосвязь всех этапов метаболизма. Не пугайтесь, в ней несколько сложно разобраться, но когда мы подробно изучим, как же эти процессы происходят, вы сможете спокойно объяснить, что здесь на этой схеме изображено. А я эту схему объясню абсолютно простыми словами. Итак, посмотрите, нашему организму нужна энергия, нужен строительный материал для роста и развития. Для этого в клетку поступают разнообразные химические вещества. Ну, например, белки – это макромолекулы, крупные молекулы, большая молекула белка. Происходит катаболизм. То есть эта большая молекула распадается на более мелкие части. При этом выделяется энергия. Но нашему организму не только энергия нужна, а и строительный материал. В каждом организме свои специфические белки. Поэтому из этих маленьких молекул строятся опять большие молекулы в процессе анаболизма. Но это уже белки, которые свойственны нашему организму, специфичные для нашего организма. Мы можем сравнить эти маленькие молекулы с буквами в алфавите. Из 33 букв строится огромное количество слов. Точно так же из этих молекул можно построить много разных молекул белков, специфичных для каждого организма. Вот в этом и заключается метаболизм. Вещества из чужеродных веществ должны стать родными для клетки. Значение метаболизма только факты, из которых вы сами можете определить, какое же значение имеет этот процесс. Белки плазмы крови обновляются наполовину каждые 10 дней. Белки мышц обновляются через каждые 180 дней. И самообновление сохраняет постоянный химический состав клетки. Это важнейшее значение метаболизма. Метаболизм особенно интенсивно происходит в молодом возрасте. Пластический метаболизм. У насекомых синтезируется хитин, у позвоночных кератин, у растений синтезируется целлюлоза. Ну и для того, чтобы мы могли разобраться, как же происходит пластический обмен, нам нужно вспомнить способы питания организмов. Я напоминаю, ребята, что есть автотрофные организмы, которые синтезируют органические соединения самостоятельно из неорганических. А вот гетеротрофы не способны к этому. Они могут использовать только готовые органические вещества. Автотрофы могут использовать энергию солнца. Это все растения и таких организмов большинство и среди автотрофов. Но есть небольшая группа хемотрофов, которые используют энергию химических связей. О них мы тоже сегодня скажем. Итак, гетеротрофы – это все животные и грибы. Фототрофы, использующие энергию солнца – это растения. И хемотрофы используют химическую энергию – это бактерии. Как же происходит метаболизм у животных? Вместе с пищей в организм поступают углеводы. В пищеварительном канале с помощью ферментов они расщепляются до глюкозы. Более простое вещество в данном случае – это глюкоза. Глюкоза попадает в кровь. Уровень глюкозы в крови должен находиться, должен быть постоянным. Поэтому, если уровень глюкозы повышается, она превращается в гликоген и откладывается в печени и в мышцах. В случае необходимости гликоген опять превращается в глюкозу, которая окисляется с выделением энергии. При расщеплении 1 грамма углеводов образуется 17,6 кДж энергии. Углеводы – это основной источник энергии в нашей организме. Обмен жиров. Жиры также попадают в пищеварительный канал. И здесь с помощью ферментов расщепляются до более простых молекул. А это жирные кислоты и глицерин. Эти вещества попадают в кровь, в клетки. И здесь происходит процесс синтеза. Синтезируются жиры, свойственные данному организму. И откладывается прозапас. Сальник, подкожная жировая клетчатка. Это в том случае, если организм малоактивен. Если организму требуется энергия, жиры расщепляются. И при расщеплении 1 грамма жира образуется 38,9 кДж энергии. Жиры – очень энергетически эффективный продукт. Но, к сожалению, они тяжело перевариваются в нашем организме. Поэтому количество жиров должно быть ограничено. Мы употребляем в пищу больше углеводов. Белки – необходимый строительный материал для нашего организма. И белковая пища обязательно в любом возрасте. Особенно для растущего организма. Это важно. В пищеварительном канале белки пищи расщепляются с помощью ферментов до аминокислот. Аминокислот – это и есть те простые молекулы, которые попадают в кровь. И затем из аминокислот, как из буковок алфавита, строятся новые белки. Те белки, которые характерны только для данного организма. И эти белки используются для построения органоидов, клеток, мембран, ферментов. В случае необходимости белки тоже могут обеспечивать организм энергии. При расщеплении одного грамма белка образуется 17,6 кГц энергии. У автотрофов анаболизм, пластический обмен протекает по-другому. И мы знаем этот процесс как фотосинтез. Величайший процесс в природе, при котором из кислорода и углекислого газа воды на свету в хлоропластах образуются органические вещества. На экране у вас есть схема фотосинтеза и итоговое уравнение фотосинтеза. А мы разберем этот процесс более подробно. Итак, что же происходит? Во-первых, фотосинтез происходит в две фазы. Есть световая фаза фотосинтеза, которая обязательно, как вы поняли, проходит на свету. Это фотосинтез или разложение под действием света. Фотосинтез воды. Значит, вода под действием энергии света распадается на катионы водорода и анионы гидроксогруппы. И результат этой фазы синтез АТФ, вещества богатого энергии, образование кислорода и образование сложного комплекса молекул, которые будут переносить водород. Все эти вещества необходимы и используются в следующей, в темновой фазе фотосинтеза. Она происходит без участия света. Здесь, в этой фазе, происходит связывание углекислого газа и его атомы углерода используются для синтеза глюкозы. Водород приносят молекулы-переносчики из первой фазы, а энергию предоставляет молекула АТФ, тоже из первой фазы. И в итоге из углекислого газа путем сложных превращений, вы видите их на схеме, образуется глюкоза. Итак, в итоге, простые доступные вещества и энергия, вода, хлорофилл, углекислый газ, энергия Солнца, превращаются в глюкозу и кислород, вещества, которые обеспечивают жизнь на Земле. 200 миллионов тонн кислорода, 150 миллиардов тонн органического вещества ежегодно. Это продуктивность фотосинтеза. Именно благодаря фотосинтезу поддерживается современный химический состав атмосферы. Он делает возможным жизнь на Земле. Но есть еще, я говорила, один процесс, он называется хемосинтез. Это способ автотрофного питания. Источником энергии в данном случае служит реакция окисления неорганических соединений. Например, нитрифицирующие бактерии, весьма-весьма полезные, превращают азот в азотную кислоту в результате ряда химических превращений и используют энергию этих химических реакций. Железо бактерии превращают двухвалентное железо в трехвалентное и тоже используют энергию данных реакций. Эта энергия запасается бактериями в виде богатых энергии связей в АТФ. Хемосинтезирующие бактерии способствуют накоплению в почве минеральных веществ, улучшают плодородие почвы, способствуют очистке источных вод, то есть они чрезвычайно полезны. Я уверена, что в конце урока вы способны определять типы метаболизма организмов, оценивать роль метаболизма для живых организмов и описывать сущность процесса метаболизма. Я желаю вам хорошего настроения, успехов, здоровья, новых впечатлений. Спасибо за урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова